А сейчас о необычном проекте, который реализовали Калязинские кораблестроители. Они построили фашенебельную яхту «Сарацин» для арабского шейха. Катер будет бразить Аравийское и Красное моря. Будущий владелец заказал судно для приема военно-морских парадов. Подробности прямо сейчас. Судно «Сарацин» задумывалось автором по мотивам торпедных катеров времен Второй мировой войны. Яхта не имеет аналогов в мире. Она создавалась по заказу одного из арабских лидеров, как катер для приема военно-морских парадов. Снаружи судно серебряное, под цвет капли ртути. На борту «Сарацин» имеет большое количество уникальных сложнейших систем. При этом оно функционально для использования. Здесь есть все. И спальня, и санузел с душем, мини-кухня, каюта со столом, сиденьями, трансформерами и подсветкой. Помещение для хранения инвентаря. И открытый кокпит с тентом на случай непогоды. Здесь у нас кухонька. Такая. Кучей. Всяких освоящих клич. На яхте установлены четыре камеры тепловизора с увеличением до 216 раз с отображением на лобовое стекло. Так что днём и ночью пилот может видеть качественную картинку происходящего по курсу. Для этого на стекло нанесено специальное напыление. «Радар, например, дать. Могу радар и карту. Либо это... И на сетке ты видишь одно сквозь другое. Либо это, если совсем днём тебе надо, либо это другой экран. Либо, если ты идёшь абсолютной ночью, то на стекле специальное напыление на заказ делали. Напыление даёт полной ночью, даёт отображение на лобовое стекло». Сложнейшую работу по окончательной доработке судна по заказу его нового владельца провела команда Калязинской судоверфи под руководством инженера-авиаконструктора Леонида Быкова. Рабочие успешно справились с кропотливыми задачами по доработке судна, внутреннего убратства яхты и отладке механизмов. «Полировали менты. Полировали работы по всему характеру пройти. Видите, здесь всё из нержавейки, поэтому работы было достаточно много». Сейчас яхта находится на Калязинской судоверфи, но скоро Сарацин отправится в порт приписки в Арабских Эмиратах.